Приветствую вас, Екатерина. Давайте разберем ваш текст. Смотрите, ну, совершенно очевидно, да, что бросается в глаза тот факт, что вы их пытались через вскрытие вень привлечь к себе внимание своего... ...молодого человека, да, своего мужа. Вот, совершенно очевидно, что вы демонстрируете такое достаточно истерическое поведение с точки зрения психологии. И совершенно очевидно, что вы, ну, не очень, чтобы, справляетесь со своими чувствами, да? Вот, то есть вы бурно достаточно реагируете на конфликт. Вот, и ваш нервный срыв, который произошел, он явно под собой имеет более глубокие основания, нежели чем ссора с мужем. Вот, а мы сейчас всё рассмотрим, тем более ссоры на бытовой почве, ну, это не вызывает обычно нервный срыв. С другой стороны, сами по себе ссоры, сама по себе ссора свидетельствует о проблемах между людьми, о проблемах внутри пиары, какие это проблемы. В первую очередь, это не умение общаться конструктивно. То есть нужно овладеть навыками бесконфликтного общения. Это первое. Ну, хотя бы техника Я сообщения. Вот. Дальше. Ссора свидетельствует о страхе сближения. В принципе. То есть если люди ссорятся, то они боятся близости. Что это значит? По факту это означает, что люди не видят каналов для выражения своих чувств, не видят каналов для выражения своих эмоций, не видят каналов для того, чтобы чувствовать себя естественно. Это позволяет предположить, именно только предположить, что у вас в отношениях, ну, присутствуют некоторые ограничения. В первую очередь это касается ограничений восприятия. То есть вот как я воспринимаю тебя, да? В качестве кого, как я тебя вижу. Смотрите. Сам факт ссоры на бытовой почве, да? Вот так вот, чисто если мы говорим исключительно вот про ссору на бытовой почве. Сам факт свидетельствует о том, что у вас нет ничего важнее каких-то бытовых вещей. Нет ничего интереснее. Нет ничего ценнее. И это позволяет задать вопрос, а куда вы идете, каждый из вас? Какие цели у каждого из вас? Насколько каждый из вас независим эмоционально от другого человека? И почему вы, Екатерина, настолько сильно зависимы? То есть, что такое зависимое? Это замещение моего твоим. Да? Вот. Дальше. Вы пишите. В последнее время мы часто ссоримся. Именно в последнее время. Вот один из ключевых моментов. Что именно в последнее время ссоримся. Часто. То есть, это вот именно история про то, что раньше все было хорошо, а сейчас стало как-то хуже. И, соответственно, идея заключается в том, чтобы определить, а что именно стало хуже между вами? Что именно изменилось? Почему вы именно стали ссориться? Быть может, этому послужили какие-то обстоятельства. Быть может, было какое-то между вами все же недопонимание. Может быть, были какие-то между вами трудности, проблемы. Вот. То есть, тут, опять же, нужно смотреть, как мне кажется, более, ну, более, более подробно, что происходит. Несколько дней назад он скинул наш с ним переписку другу вроде бы, посмотри, как мне тяжело. Причина конфликта была в том, что я поняла, что он мне врет. Смотрите. Что он скинул другу? Он скинул другу. Переписку сам. Как вы это восприняли и воспринимаете? В чем негатив от такого восприятия? Соответствует ли это поведению вашего мужа в целом? Вот. Дальше. Вранье. Вот, что касается вранья. Вы поняли, что он вам врет. Вранье, если человек врет, это свидетельство по факту того, что человек следит за некоторых вещей. Не принимает некоторые вещи в себе в самом. Вот. И, соответственно, врет. Это может стать также следствием того, что он знает, например, как вы воспримите, как эта вещь. Что вы не примете, как эта вещь. Здесь можно говорить о степени принятия вами своего мужа. То есть то, насколько вы его принимаете. Да? И принимаете ли вы его вообще. Вообще. Вот. Это тоже довольно важный момент. Потому что люди просто так не врут. Следующий момент. Это ваш непосредственный вклад в конфликт. Именно вы. Именно вы. Какой именно вы вносите вклад в конфликтную ситуацию? Именно вы. Тогда. Вот. То есть ссора происходит в том числе и благодаря вашему вкладу, благодаря вашей ответственности. Понимаете? И на мой взгляд, нужно посмотреть и то конкретно, значит, как именно вы со своей стороны создаёте возможность для конфликта, для ссоры. И так далее. Дальше. После того, как узналось, что он скинул переписку, обиделась ещё сильнее. Ну, вот. Здесь было бы весьма здорово, если бы вы более подробно раскрыли, что значит обиделась. Да? То есть, что такое обиделась. Обиды вообще это крайне деструктивное поведение, манипулятивное поведение, вот. которое, с одной стороны, апеллирует к чувству вины, да? С другой стороны, это чувство, это поведение, оно связано с перекладыванием ответственности на другого человека. за то, что, в общем-то, например, ждёте за то, что ожидаете вы, за то, что, ну, в какой-то степени, может быть, даже хотите вы, вот. И это, ну, далеко не лучший, не лучший расклад, если мы говорим про, ну, про, ну, про ваши отношения, да, с мужем, вот. То есть, опять же, здесь, с точки зрения психотерапии, имеет смысл разобрать то, что составляет основание для ваших обид, как часто вы используете обиды, если используете, да, и что конкретно вас обижают. А сейчас у вас, на мой взгляд, нет какого-то сознавания, нет какого-то сознавания того, что именно происходит. А тот факт, что вы обиделись, вы воспринимаете, ну, вот, абсолютно, скажем так, ну, спокойно, да, абсолютно нормально. Хотя, на самом деле, это, ну, не совсем нормально, не совсем нормально, что вы, вот, ну, что вы обижаете. Не совсем. Дальше. Так, значит, поругались, он уехал из дома, звонил, спрашивал, где он. Ну, вот здесь, опять же, момент, да, если поругались с молодым человеком, ну, с мужем, если поругались, да, почему вы интересуетесь, где он. Опять же, кто нас поругались? Я поругалась с ним. Так было бы, было бы правильно. Сказать. Я поругалась с ним. Я поругалась с ним. Не мы поругались, а я поругалась. Потому что, когда вы говорите мы, ну, по факту, по факту, вы, вот, ну, в какой-то степени, вы перебрасываете ответственность с себя, да, на человека, вот. И это, наверное, ну, достаточно деструктивно для ваших отношений, вот. Потому что, о личной ответственности, в данном случае, ну, речи, как бы, не идёт. То есть, здесь не идёт. Речь о том, что вы отдаёте себе отсчёт во том, как, вот, технически происходит, в ваших конфликтах. Дальше. Значит, звонила, спрашивала, где он, когда будет дома, просила приехать, он не приезжал. Зачем? Зачем? Сказала, что скрою вины, если вы не приезжаете через полчаса, это манипуляция. Это манипуляция. Манипуляция. А просто в том, опять же, что вас смотивировало так поступить, поступать. Я пыталась скрыть вины, не получилась, благо ножи, двумя слишком сильно заступились. Я сама понимаю, что пыталась сделать, но в этот момент я была в неадекватном состоянии, был сильный нервный струк. Из-за чего? Из-за чего? Он не звонил, я пыталась до него дозвониться, узнала, что в тот момент другу, потому что тот ответил на мой звонок. Потом, в конце концов, он приехал. Он сказал, что в это время гулял свой одна друг, с которой не общался уже давно. Говорить ничего не было, просто хотел поговорить, потом поехал к другу. Ну, тут опять же нужно отдавать более полный себе отчет в том, что это значит для вас. То есть, именно вот, что это значит, конкретно для вас, какое это значение имеет. Потому что, ну, вот так это не совсем понятно. То есть, было бы лучше, было бы лучше, если бы мы понимали, вот, значение того, что вы говорите. Сейчас вы просто описываете действия своего мужа, вот мне почему-то хочется сказать, что молодой человек, да? Вот, сейчас вы просто описываете действия своего мужа, и к этому можно по-разному относиться. Ваш муж, он, ну, вот он такой, как он есть, да, и я, если честно, если честно, не думаю, что он, ну, будет как-то, как-то меняться. Вот, вопрос там, ну, вопрос там, отдаете ли вы сами себе в этом отчет. Вот. Что он меняться не будет. Дальше. Дальше. Потом я узнала, что он видит себе ссоры ВСБ и рассказала всем друзьям, что никто, как он меня знает, не должен. Ну, здесь такая, довольно, я бы сказал, деликатная история, потому что, с одной стороны, вы правы, говоря о том, что, ну, действительно, есть вещи, которые, кроме вас, двоих никто знать не должен, с одной стороны вы правы, но, с другой стороны, проблема в том, что, если человек-е, если Ну, считаете, приватной какой-то информацией, то и ждать от него каких-то действий, да, ждать от него, что он будет вести себя иначе, ждать, что он будет уважать вашу приватность, да, мне кажется, ну, не совсем здесь корректно, потому что для человека это не значит, то, что значит для вас. И, соответственно, такое ощущение, да, возникает, что вы своего мужа как будто бы не знаете, как будто бы это вот такой, ну, в какой-то степени не знакомый вообще вам человек, вот. Хотя я понимаю, что, ну, скорее всего, это не так, скорее всего, ну, вы его знаете, просто вы отказывались, вероятно, вероятно, видеть в нем вот то, что возможно, возможно было всегда, вот. Понимаете, какая штука. То есть, ну, идея, мне кажется, вот, так вот, глобальная, если в этом. То есть у вас есть какое-то глобальное несоответствие тому, что вы хотите вы, и, по-моему, что есть в реальности. Вот. К сожалению. Ну, и плюс еще вот такая чувствительность, да, такая вот восприимчивость. Ну, вот, вы воспринимаете, вы, ну, воспринимаете, чересчур все достаточно, ну, близко достаточно к сердцу. Ну, вот, на мой взгляд. И вплоть до, вплоть до, вот, ну, вплоть до манипуляций, вплоть до каких-то вот, таких очень, ну, неприятных достаточно вещей, вот. И, соответственно, это все можно, на мой взгляд, ну, все это можно скорректировать, вот, при вашем желании, если у вас есть такое желание, все это можно скорректировать, да. Ну, вот, ну, опять же, не совсем понятно, да, хочется ли вам этого, то есть не совсем понятно, хотите ли вы это делать, вот. Если хотите, то вам можно, можно помочь, если хотите. Вам можно помочь себе разобраться, если хотите. Дальше, так, значит, мы вроде помирились, но внутри пустота. Ну, смотрите, опять же, момент, да, какой момент? Пустота. Из-за чего? Из-за чего? Из-за чего? Из-за чего? Из-за чего? Ага. Что? Её, вот, ну, определяет. Конкретно. Так, дальше, друзья, отвернулись, так как я только могу доказать, в каком ключе он всё это говорил, поговорить мне не с кем. Вот тут в некоторой степени появляются причины вашей, ну, возможные, возможные причины вашей такой реакции на то, что мужчина делал. А именно, а именно, причины такой реакции могут заключаться в том, что вам просто не с кем поговорить. То есть, у вас достаточно мало возможностей, у вас достаточно мало способов себя реализовать. Да? Нет, нет, фактически нет возможностей как-то себя реализовывать, как-то себя проявлять. Вот. И если это так, то становится понятным, почему и откуда столь сильно идёт концентрация на мужа вашего. Да? Именно здесь идёт как компенсация. То есть, по факту, вы зависимы от него. Понимание того, что в тот момент, когда я открывал Вернен Глуб, девушка должна поехать домой, меня бросает душу. То есть, это понимание для вас значит, какие чувства вызывают, какие мысли вызывают Екатерина. Говорить о том, как много плохого делал он, я себе никогда не могла позволить. Ну, может быть, может быть, вы и не могли себе позволить, но терпеть то, что он делал плохого, вы могли. Кстати, а что плохого? Все взоры были из-за бытовухи. Ну-ка, опять же, ваша ответственность конкретная. Я не знаю, как быть, что делать, чтобы что. Такое чувство, что с каждым часом я эмоционально умираю. С чувствами можно поработать и разобраться, что эти чувства значат. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует... Продолжение следует...